Мы продолжаем с вами из Иерусалима же говорить о Евангелиях. Перед нами волнующая тема рождения или происхождения, земного происхождения нашего Господа Иешуа. Вообще-то, когда я впервые стал читать Библию много лет назад, честно говоря, я читал наиболее интересующие меня вещи. А вот все, что касалось родословий, перечислений географических мест, я считал скучным, неинтересным. И, наверное, так оно и было в то время для меня, как человека, обладающего определенным духовным уровнем. Кстати, с тех пор я рекомендую всем своим ученикам не насиловать себя. Если они чувствуют, что какое-то место им абсолютно неинтересно, или они еще не в силах его понять, идите дальше. Не думайте о себе больше, чем вы на самом деле есть. Это, в конечном итоге, приводит к смирению. А все в свое время. И какие-нибудь более высокие духовные истины, если вы обнаружите, вы их поймете. А если вы не обнаружите, читать бесполезно. Ну, это так. К слову. Давайте вернемся к родословиям нашего Господа, которые, опять-таки, казались когда-то скучными. Но сегодня я представляю себе это несколько иначе. И моя задача сегодня вам, находящимся не просто по ту сторону экрана, но по ту сторону израильской границы, моя задача показать вам, мною, находящимся здесь, в Иерусалиме, красоту этих родословий нашего Господа Иисуса. Давайте начнем с самого еврейского, как мы с вами уже договорились, с Евангелия от Матфея. Матфей начинает свое повествование вот этим самым родословием. Или, как мы сегодня бы сказали, генеалогией. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова. Яков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Эсрома, Эсром Арама, Арам Аминадава, Аминадав Наасона, Наасон Салмона. Салман Ваоза от Рахавы. Ваоза родил Овида от Руфи. Овид родил Исея. Исея родил Давида, царя. Давид царь родил Соломона, отбывший за Урией. Мы понимаем, что речь идет на еврейском Батшева, по русском Версави. Соломон родил Равама, Равам родил Авию, Авия родил Асу, Аса Ясофата, Ясофат Ярама, Ярам Озию и так далее. Я не буду умышленно читать здесь до конца все эти родословия. Каждый может, кому интересно, может посмотреть Евангелие и обнаружить последовательность этого рождения. Единственные два автора, которые из четырех Евангелий, которые приводят родословия нашего Господа, это Матфей и Лука. Конечно же, эти два родословия отличаются друг от друга, но нам с вами предстоит сейчас разобрать, почему они написаны так, как они написаны и что авторы хотели бы рассказать. Давайте начнем с вами с Евангелия от Матфея. Матфей в родословной, которую он представляет, он пропускает некоторые имена. Делает он это совершенно умышленно. Если вы сравните, я опять-таки не хочу возвращаться к этому списку имен, но если вы сравните с жизнеописанием предков Иисуса или вообще поколений, которые жили в те времена до Иисуса, то вы увидите, что Матфей умышленно пропускает отдельные имена, для чего он это делает. И он делает это с очевидной целью, о которой он говорит, пропуская некоторые имена с целью выстроить три группы по 14 человек в каждой. Почему он делает? Я напоминаю вам, что Матфей пишет для евреев и ему важно, обращаясь к еврейской аудитории, установить еврейство или иудейство этого царя. Существует в иудаизме такая вещь, которую пугают часто людей, пугают совершенно незаслуженно, она называется гематрией. Так вот гематрия это ситуация, при которой каждой цифре дается числовое значение. Кстати, в библейском тексте нету цифр как таковой, их место заменяет буквы. Если вы хотите сказать один, вы говорите алиф, похоже на греческую альфу. Если вы хотите сказать два, вы говорите бет. Или точно так же, например, с днями недели. Йом алиф или день первый, день второй йом бет, йом гимель это третий день и так далее. Поэтому, когда мы смотрим на конфигурацию любого слова в Библии, мы видим, что она фактически состоит из букв, но каждая буква имеет некое числовое значение. И надо обладать большим умом, чтобы посчитать, что в данном случае имя Давид соответствует числу 14. Отсюда евреи, ожидавшие мессию и связывавшие его приход с числом 14, поэтому для Матфея огромная важность показать родословие нашего Господа Иисуса в контексте вот этих вот трех групп по 14 человек. Хотя я хочу еще раз подчеркнуть, умышленно он пропускает некоторые поколения для того, чтобы представить именно еврейский характер этих мессианских ожиданий. В то же время, противоречие еврейской практике с точки зрения, я хочу подчеркнуть доктора Фрухтенбаума, он вводит в генеалогию, которая всегда вводила только мужские имена, он вводит женские имена. Он упоминает там имена четырех женщин. Причем интересно, что, например, имя Сары он не упоминает, но он упоминает имя четырех других женщин. Доктор Фрухтенбаум считает, и у него есть некоторые основания для того, чтобы утверждать, что введение этих четырех женщин, в общем-то, нелегитимные в еврейскую мужскую генеалогию, объясняется двумя простыми причинами. Первая причина состоит в том, с точки зрения доктора Фрухтенбаума, в том, что все четыре из них были не просто женщинами, они все были язычницами. И вторая причина, все они были так или иначе вовлечены в несколько, я бы сказал, аморальный образ жизни. То есть, три из них с точки зрения доктора Фрухтенбаума я постоянно возвращаюсь, потому что существует плюрализм мнений, и мнение других не обязательно совпадает с моим, уж чего там говорить мое личное мнение, которое часто не совпадает с моим личным мнением. Итак, суть состоит в том, что четыре из них являются язычницами, три из них вовлечены в так называемые аморальные аморальные планы, и четвертая Руфь, хотя, по сути своей, и не была замечена в вине прелюбодеяния, тем не менее, является как бы продуктом, не надо забывать, она моя витянка, она является представительницей народа, который появился в результате акта, совершенного между отцом и дочерью. Я думаю, все, кто читает Писание, конечно, знает об этом. И начиная со второго стиха, генеалогии, которую представляет Матфей, он ведет линию Иисуса от Авраама, как бы подчеркивая его еврейский характер. Через Давида и Соломона он приходит к имени Яхония, запомните это имя, это очень важно, в 11 стихе, а после в 16 стихе уже к Иосифу, земному отцу Мессии, тем самым, как бы, я хочу подчеркнуть, как бы доказывая право Иисуса на земной тронь. Поэтому мы должны помнить, что в Ветхом Завете существовало два требования, которые должен, как бы, быть, если кто-то претендует на трон, он должен был удовлетворять двум требованиям. Первое, он для того, чтобы претендовать на южное царство со столицей Верусалиме, он, естественно, должен был принадлежать к дому царя Давида. Но для того, чтобы претендовать на северное царство, самарийское царство, которое позднее было захвачено ассирийцами, он должен был соответствовать пророческому назначению. И мы видим, что, в принципе, Иисус и по божественному откровению, и по своей линии, ежели считать, что он был проведен через царя Давида, он, как бы, соответствовал и тому, и другому. Но существует одна очень интересная зацепка, которая делает всю вот эту вот логическую цепь несущественной и ненужной. В 22 главе книги пророка Еремии мы читаем, что Господь клянется по отношению к царю Ихонии и потомку Давида, я цитирую, что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее. 24 стих 22 главы «Живу я, сказал Господь, если бы Ихония, сын Иакима, царь Иудейский, был перстнем на правой руке моей, то и отсюда я сорву тебя. Я дам тебя в руки ищущих души твоей и в руки тех, которых ты боишься, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского и в руки Халдеев. И выброшу тебя и твою мать, которая родила тебя в чужую страну, где вы не родились и там умрете. А в землю, куда душа их будет желать возвратиться, туда не возвратятся. Неужели этот человек Ихония есть создание презренное и отверженное, или он сосуд непотребный? За что они выброшены? Он и племя его брошены в страну, которую они знали. О, земля, 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 трижды повторяет Иеремия, слушай слово Господне, так говорит Господь. Запишите человека с его лишенным детей, человеком злополучным в одни свои, потому что никто, очень категорично, никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее. Таким образом, после написания 22 главы книги пророка Иеремии, к двум квалификациям для северного или для южного царства, добавляется еще одно. И оно состоит в том, что потомок, который хочет сидеть на троне в Иудее, он, будучи или должен быть из колена или из потомков Давида, он не должен принадлежать к дому Ихонии. Но здесь мы видим совершенно очевидную вещь, что Иосиф принадлежит, да, к дому Ихонии. Поэтому, если бы родословие велось через Иосифа, и это было бы причиной, по которому Иисус мог бы претендовать на трон Иудеи, это как раз послужило бы ему совершенно обратную сторону. Потомок Ихонии по отцу или по матери не мог ни в коем случае сидеть на троне Давидовом. Поэтому то, что делает здесь Матфея, это прямо противоположно тому, что часто утверждает богослово. Умышленно подсказывая, что по Иосифу, если бы велась генеалогия, он ни в коем случае не мог бы претендовать на трон. Он подталкивает нас к тому, что, видимо, его генеалогию надо вести не по линии отца, и что Иосиф не является его земным отцом, как бы разрушая полностью все претензии, или, скажем, фом неверующих о том, что Иисус является сыном Иосифа. Был бы он сыном Иосифом, абсолютно невозможно было бы для него претендовать на трон. Поэтому для нас очень важно, вот я говорил, я повторюсь еще раз, дополняющее значение одного Евангелия. Конечно, столкнувшись с Евангелием Матфея, у нас немедленно возникает вопрос, ну если не так, то по какому же праву? Здесь очень важно, мы обратимся с вами к Евангелию от Луки. Лука начинает свое родословие прямо с Адама, и он, поскольку помним, что Адам сын человеческий, потому что для Луки очень важно показать, что, я надеюсь, вы все помните, человеческую природу, он пишет грекам. В отличие от Матфея, вот здесь, он не противоречит еврейскому подходу, потому что он его, вообще говоря, мало интересует в данном моменте. Он не пропускает имена в родословии, и он не упоминает в ней женщин. Тем не менее, он выстраивает линию женщины, и для того, чтобы это сделать с еврейской практикой, я хочу подчеркнуть, мы с вами говорили, что все еврейские генеалогии, они делаются по линии мужчины. Итак, для того, чтобы сделать это в соответствии с еврейской практикой, он заменяет ее имя на имя ее мужа. Если у кого-то возникает вопрос, откуда мы это знаем, что Лука пишет родословие Марии, а не просто родословие Иосифа, я хочу прочитать вам, Иисус, начиная свое служение, это Лука, 3 глава, 23 стих, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов Ильев. Так вот, в греческом языке перед каждым именем этого родословия стоит то, что мы сегодня бы назвали определенный артикль. Кроме одного. Вот имени Иосифа здесь не предшествует определенный артикль. И Лука, как бы используя язык, на котором он обращается к аудитории, указывает, что хотя я делаю это в соответствии с еврейской традицией, тем не менее, замена определенного артикля на его отсутствие указывает, что дальнейшее имя Ильев, это уже отец Марии, я веду по материнской линии. И, что поразительно, выводится обратно через царя Давида, но не через Соломона и следовательно Ихонию, а через другого его сына, через сына Натана или Нафана по-русски. Таким образом выполняются оба условия. С одной стороны он происходит от Давида, но с другой стороны ведет свое родословие через Марию, обходя Иосифа, потому что Иосиф здесь как бы как причина, по которой представляется Мария, и таким образом полностью выполняются все условия. Может быть, заканчивая позицию одной части, перед нами другая позиция, которую я с огромной радостью поделюсь с вами, но заканчивая представление вот этой позиции о еврейских родословиях, надо отметить, что Иисус сын Давида, то есть царь, сын Авраама, то есть еврей, сын Адама, то есть человек, и сын Бога, то есть Бог, полностью, полностью обрята вся или весь фундамент того, что должен представлять собой Мессия. Нам не безразлично современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok